Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, и сегодня мы будем разбирать цветное колесо. И в целом это поможет в будущем в рисовании употреблять цвета. Конечно, вы не будете бегать с этим цветным колесом и каждый раз измерять цвет. Потом уже появится какой-то опыт на глаз определять, и в принципе потом уже вам вся эта теория будет не нужна. Ну что ж, цветное колесо. Оно состоит из основных цветов. Красный, желтый и с этой стороны голубой или синий, как оно по-русски называется. Потом показано соединение этих цветов. Например, с этой стороны красный и желтый. Если в одинаковом количестве их соединить, то получится оранжевый. Если не в одинаковом количестве, больше красного, то получится цвет вот такой. Здесь он просто называется красно-оранжевый. И с этой стороны, если больше желтого, то называется желто-оранжевый. Каждая фирма придумывает свои названия, поэтому вот эти цвета могут называться по-любому. С этой стороны у нас голубой и желтый. И опять же, если соединение пополам, 50 на 50, то получится вот такой зеленый. Если больше желтого, то вот такой будет зеленый. Если меньше желтого, то больше синего. Будет вот такой, по-английски называется тюркоис. По-русски даже не знаю, какой. С этой стороны голубой и красный. Опять же, вот соединение 50 на 50 даст фиолетовый. С этой стороны больше красного будет красно-фиолетовый, с этой сине-фиолетовый. Вот здесь, вот эта шкала, эта серая шкала, которая помогает определить, какой темноты тень или освещенное место. Я к этому еще позже подойду. Вот эта часть, очень-очень важная часть, показывает всякие оттенки. Например, если взять фиолетовый и желтый смешать, вот получится вот такой вот цвет. Если, скажем, смешать вот такой цвет, фиолетово-голубой, то получится зеленый цвет. Если, например, смешать, скажем, красный и, например, вот такой фиолетовый, то получится вот этот цвет. Это вот этот же цвет, кстати. Это замечательная помощь в рисовании. И практически как используется. Вот я нашла такую картинку. Если вы посмотрите, это здание, с этой стороны тень, с этой полутень, а эта сторона явно освещенная. И тень внизу везде короткая, то есть это близко к полудню. Вот, например, нам надо определить, какого цвета это здание, как эти цвета соединить. Я всегда начинаю с темного места. Я уже это говорила. И так как я делаю здание, темное место, вот эти, я не имею в виду сейчас самое темное, а темное место цвета этого. Вот это место, вот эта вот часть. И какой цвет? Ну, я примерно вижу, что красный. Ну, какие другие оттенки, тяжело сказать. И вот вы в этом колесе, вы вращаете это колесо, пока вы не увидите похожий цвет на глаз. Ну, вот этот цвет похож, но не такой. Вот этот цвет тоже похож, но тоже не такой. То есть где-то в другом месте может быть. Вот этот похож. Ага. Придётся немножко её согнуть. Тогда будет легче сравнить цвет. Вот, посмотрите, почти, почти. Мой цвет немножечко серее. То есть я туда немножечко добавлю какого-то оттенка, чтобы сделать серее. Наверное, чуть-чуть фиолетового. Можно даже сам серый добавить. Ну, в принципе, вот он этот цвет. Как вы видите, это зелёный с красным. И вот это значит, что пополам. То есть зелёный и красный соединятся пополам. Теперь вот этот цвет, который светлый. Его можно двумя путями делать. Взять вот этот цвет и добавить просто белого. Если вы акварелью рисуете, просто развести жидче. Если гуашью, например, маслом, то просто добавить белого. И у вас получится похожий оттенок. Можно соединить другие цвета. Опять же, вам придётся вращать это колесо, пока вы не найдёте похожий оттенок. Ну, тут как раз похожего, сильно похожего и нет. Самый похожий был... Самый похожий вот этот, только здесь он красивый, чистый, цвет яркий. Здесь цвет не сильно яркий. Не, он яркий, но не сильно чистый. Не чисто розовый. Это значит белый пополам с красным получится этот оттенок. Сюда придётся добавить чуть-чуть каких-то других цветов. Может, зелёный приглушить оттенок немножечко. Теперь небо. Какого цвета небо? Ну, явно оно голубое, поэтому мы будем искать, где голубые оттенки. Вот самый светлый голубой оттенок. Светлее, в принципе, здесь нет. Он, если вы посмотрите, то этот оттенок темнее. То есть нам надо будет добавить ещё больше белого, чтобы прийти к этому цвету. Но уже даже глазом видно, что оттенок, цвет будет похожий. И чтобы узнать, сколько белого добавлять, вам надо посмотреть на вот эти серые цвета. Серый, вообще-то, это считается не цвет. По-английски у него другое название. Чёрный и белый, это не считается цвет. Обычно я подставляю свою картинку, что мне надо под колесо. И я смотрю, значит, чисто белый явно не подходит. Вот этот серый всё равно чуть светлее. Вот этот серый, похожего оттенка. Не оттенка, а по-английски слово «валью». Похожая валью. То есть мне, когда я буду разбавлять вот этот синий, вот этот голубой белым, то мне в него надо добавить раз, два, три. Три части белого. Одна часть голубого, три части белого, чтобы получить вот такой оттенок. Видите, какая замечательная вещь? Как просто им пользоваться. Давайте я вам покажу другую сторону. Это ещё не всё. Тут есть ещё и другая сторона. Так, с другая стороны это вообще замечательная вещь. Другая сторона показывает тинт, тон и шейд. Шейд – это тень. Тинт – это когда в цвет добавить белого. Тон – это когда добавить серого. Серого имеется в виду пополам. Чёрный и белый пополам. И для чего это надо? Например, вот у нас, опять же, это же здание. И у нас есть три стороны. Самые освещенные, вот эта сторона меньше освещенная, и вот эта больше. Мы уже подобрали цвет. Здесь именно того цвета не будет, потому что у этой шкалы другая задача. Поэтому мы подберём самый более похожий на этой шкале цвет – это вот этот. И вот этот похожий. Любой из этих можно использовать. Можно их даже соединить. Ну, скажем, мы выбрали красный. Вот это будет теневая сторона. Вот это будет средняя часть. Вот это будет самая светлая. В рисовании цветов невероятно полезная вещь. То же самое фиолетовое, если у вас цветы фиолетовые. Вот это самое яркое место будет, самое светлое в цветах. Это более полутень, а это будет теневая. Вот здесь вот эти треугольнички, квадратики, они показывают, как усложнить цветовую гамму, употребляя другие цвета. Например, скажем, у нас на кусте листья, скажем, в тени лист вот такого цвета. Вот такого цвета. И нам надо определить, какого цвета рисовать цветы, чтобы они подходили к этой зелени. И, скажем, мы визуально на фотографию смотрим, и у нас цветок красного цвета. Вот он наш красный цвет. Значит, можно использовать вот эти оттенки. А можно усложнить. Можно красный не использовать вообще, а использовать вот эту часть. И вот эту часть. То есть фиолетовые оттенки и оранжевые оттенки. А можно и даже вот это не использовать. Можно использовать четыре цвета. И для этого нам надо взять, перевести это колесо. Вот на нашу зелень попадает другой угол, который показывает нам 4 цвета. Значит, нам можно использовать, если идти по прямой, вот такие цвета. Это голубой и фиолетовый вместе. Вот эти цвета красные. И с этой стороны только вот этот желтый. И тогда получится богатая, красивая картина. Можно использовать, если вы увидите, тут у меня идет другая линия пунктирная, треугольная. Треугольная. Нет, это все равно четверохугольный. Значит, можно использовать вот эти цвета, чисто голубые, чисто красные. И с этой стороны чисто оранжевые. Несмотря на то, что визуально у вас цветок красный, вам все равно можно использовать все эти оттенки и глаз все это вместе соединить так, чтобы будет казаться, что композиция как на фотографии. Хотя, опять же, я считаю, что как на фотографии делать совсем не обязательно. Ну, давайте посмотрим, например, мы рисуем вот это здание. И мы определили, что мы будем делать тень вот этого оттенка, полутень этой, и вот эта будет светлая сторона. И я хочу узнать, какого цвета мне делать вот эту зелень. Как ее подобрать. Кстати, не всегда, что вы видите на фотографии, будет хорошо получаться на картине. И вот я соединяю, скажем, я хочу треугольники использовать. Вот у меня вот эти зеленые цвета. И вот эти зеленые цвета. Мне можно употреблять. Можно употреблять вот эти цвета. Вот эти голубые. И вот эти желтые оттенки. Кстати, обратите внимание, желтый – это очень интересный цвет. Если в него добавить чуть-чуть черного, то получится вот такой вот зеленоватый оттенок. А это серый – тоже зеленоватый. А если добавить белого, то все равно он остается желтый. Соединение желтого и черного будет давать зеленоватые оттенки. Что очень интересно. Соединение красного и черного будет давать такие бордовые, я бы сказала, оттенки. Ну, оранжевый, естественно, коричневый. Ну, вот, в принципе, и вся теория цветного колеса. Теперь бы я вам посоветовала поупражняться и сделать свое колесо. И сейчас я этим и займусь.